Привет, меня зовут Елена Рассохина и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. Есть в мире люди, которые безвозмездно творят в интернете штуковины, которые нас веселят и развлекают. Один из них москвич Михаил Краймер. Этот парень подзапарился и воссоздал второго терминатора на движке пятой GTA. Он добавил несколько дополнительных моделей, Сару и Джона Коннор, а также несколько терминаторов. А для озвучки использовал русскоязычную звуковую дорожку самого фильма. Получилось короче оригинала, но все значимые сцены сохранились. Ремейк занял у Михаила полтора года, занимался он им в одиночку в свободное время. Он отметил, что одним из самых частых вопросов по поводу этого видео было «Зачем?» и отвечает, что какой-то высшей цели у всей этой работы не было, просто нравилось. А это, пожалуй, лучшая мотивация для творчества и получилось у него здорово. А еще телеканал FXX объявил, что снимет 10 эпизодов спин-оффа к фильму Дэдпул в виде анимационного сериала, который тоже будет иметь взрослый рейтинг. Вице-президент компании Marvel Television пообещал, что проект станет новой вехой в мультипликации для взрослых и выйдет мультяха в следующем году. Всем чимичанге! Наотнишься на что-нибудь интересненькое? Скидываю не новостной котелок. А если хотите от меня лайк в инстаграме, то подписывайтесь на меня там, и я поставлю сегодня 20 людям рандомно. А теперь к новостям, и, наконец-то, расскажу вам всякие космические новости. Например, исследователи из Великобритании и США воспользовались данными телескопа Хаббл и пришли к выводу, что на экзопланете Хат-Пи-26Би есть вода. Но это не одно из тех открытий, где люди начинают пророчить о вероятной жизни на планете. Помимо того, что эта экзопланета находится на расстоянии около 430 световых лет от Земли, на ней очень суровые условия. Температура поверхности на экзопланете оценивается в 730 градусов Цельсия. Следы воды на ней удавалось зафиксировать в 2015 году, и сейчас ее наличие подтвердилось. Но давайте вернемся из далеких галактик. Американские и бельгийские ученые составили подробную инфракрасную карту мощнейшего действующего вулкана Солнечной системы. Паттеры Локи на Ио, спутники Юпитера. С помощью проведенных наблюдений удалось установить, что наиболее низкие температуры на поверхности лавового озера составляют 270 кельвинов, а самые высокие 330 кельвинов. Локи в диаметре превышает 200 километров, и большая его часть заполнена лавой, занимающей площадь более 21,5 тысячи квадратных километров. К следующей новости, где Илон Маск продолжает бурить. История The Boring Company началась с гневного твита Илона о том, что ему надоели пробки в Лос-Анджелесе, и что он купит бурильную машину и пробурит себе туннель, чтобы нормально добираться до мест назначения. Маск сказал, Маск сделал. Основатель SpaceX и Tesla, а теперь и Boring Company, уже делился фотками ямы на территории SpaceX, где пробовалась аппаратура, а также какими-то подземными проектами и самой машиной. Теперь он показал разгон платформы в тоннеле, которая будет доставлять авто в пункты назначения со скоростью до 200 километров в час. Задумка такая, что ваше авто, грубо говоря, станет вашим вагоном метро, судя по всему. Когда Маск объяснял, как будет работать туннель, он демонстрировал видосики, где специальная платформа спускает машину под землю, и там по рельсе на электрической тяге гонит ее куда надо. Отсутствие пробок и огромная скорость обещает сократить путь в разы. По словам Илона, расстояние от Вествуда до аэропорта Лос-Анджелеса будет занимать 5 минут, когда как наземная поездка при учете обычного трафика занимает от получаса до 45 минут. Когда только начались разговоры о тоннелях от Маска, я представляла себе обычные подземные дороги, но этот футуристичный автомобильный монорельс превзошел все ожидания. Предполагая, что под землей водитель еще и чаловать будет, если его доставляет платформа. В общем, выглядит многообещающе. Ну а напоследок я вас развлеку, и того глядить чему-то научу. На ютубчике Чем выложил видос, в котором наглядно показывает технику драпа от полиции с перевоплощением в вентиляционную трубу с помощью гопрированного вентиляционного шланга. Это как, спросите вы? А вот так. Со всех ног сваливаете от погони с куском шланга, и обнаружив, что вы вне поля зрения преследователя, и у вас есть стена, маскируетесь. Это так элементарно, что просто гениально. Восторженные пользователи назвали технику революционной и потрясающей. Это все круто и забавно, но не стоит забывать, что у полицейских тоже есть доступ к интернету. И теперь городской муниципалитет будет не в восторге, если в случае погонь стражи порядка будут на всякий случай сносить и пинать все вентиляционные трубы. А у вас там сидит хитрец. Ну а вы, ребята и девчата, подписывайтесь на НЕНОВОСТИ, ставьте лайк этому выпуску, если он вам понравился. А я хочу поблагодарить всех-тех замечательных людей, которые поддерживают проект НЕНОВОСТИ на ю.саппорт.слэш НЕНОВОСТИ. Спасибо вам. С вами была Елена Рассохина. Пока. Продолжение следует...